Всем привет, ребят! С вами снова Вика и вы на канале Википед. Сегодня я наконец-то решила снять для вас видео, потому что я немного почистила свой телефон. Теперь у меня есть память. Единственное, что видео будет выходить пока не длинное, только где-то минут на 10, потому что памяти все-таки мало. Так что вот. И также у меня пока есть на телефоне интернет. Единственное, я вам что не скажу, ну как бы не скажу, насколько часто будет выходить видео, потому что я просто не знаю, но по возможности, конечно же, буду снимать и выкладывать их. В этом видео я вам расскажу, какие фрукты и ягоды можно давать собаке, какие нежелательные, какие нельзя. Прошлое мое видео такое же было об овощах. Я тоже самое рассказывала. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Итак, сейчас я вам буду в разброс говорить, то есть тут будут как и фрукты, так и ягоды. Сначала, какие можно давать собаке. Первое, это яблоки. Яблоки считаются одним из самых безопасных фруктов, а их употребление положительно влияет на пищеварение питомца, а также яблоки богаты витамином С. Груши. Груши полезны, богаты клетчаткой, а также витаминами С и К. Арбузы. Арбузы содержат много калия и витаминов, а также в них много жидкости, которая полезна и хорошо утоляет жажду. Особенно арбузы полезны для собак, которые пьют мало воды, но давать их нужно только мякоть, то есть без кожуры и без косточек. Клубника. Клубника очень полезна, но давать ее нужно в небольших количествах из-за задержания в ней природного сахара. То есть, думаю, как вы многие знаете, что собакам нельзя давать ничего сладкое. Также к этому и относится клубника, поэтому ее давать нужно редко и очень мало. Кружевник. Кружевник полезен, тоже разрешен иногда в небольших количествах. Черника. Черника является источником антиоксидантов, которые обеспечивают обновление клеток организма, а также в чернике содержится много клетчатки и витамина А. Малина. Малина считается также одной из самых безопасных и полезных ягод. В ее составе много клетчатки, марганцы, витамина С, а вот калорий и сахара в малине очень мало. Также она обладает мощным противовоспалительным действием. Например, из всех ягод у моей леди самая любимая это малина. Она ее просто обожает. А из фруктов, наверное, это все-таки яблоки. Пишите мне в комментариях, какие фрукты и ягоды любимые у ваших собачек и даете вы их вообще. Дальше это дыня. Дыня является источником бета-кератина, органических кислот. Но дыня разрешена только в небольших количествах, иначе она может вызывать расстройство желудка. Репина тоже полезна, в ней много витамин, но тоже давать ее иногда в малых количествах. Теперь я вам назову фрукты и ягоды, которые не рекомендуются давать, но или же можно только иногда и следить за реакцией организма, то есть подходят ли они вашей собаке или нет. Первое это киви. Киви полезен, но редко в небольших количествах. Папайя разрешена в очень небольших количествах из-за большого содержания в ней сахара. В малых количествах папайя полезна для пищеварения, а в больших может привести к запорам. Смородина. Смородину можно давать, но нужно учитывать то, что она довольно аллергенна, то есть собакам особенно, которые склонны к аллергии, смородину нужно давать с осторожностью совсем по чуть-чуть. И лучше, конечно же, если у собаки аллергия, то как бы не давать фрукты и ягоды, ну как бы сначала нужно спросить у ветеринара, потому что может все что угодно вызвать аллергию, и вы сделаете животному только хуже. Хурма. Хурму давать нежелательно, может вызывать проблемы с пищеварением. Бананы. Тоже можно, совсем чуть-чуть и только недозрелые. То есть сами по себе, которые желтые бананы, зрелые, они сильно сладкие, а которые зеленоватые, то есть недозрелые, иногда давать можно. Теперь я вам назову фрукты-ягоды, которые вообще нельзя давать собаке. Первая тайва, она достаточно кислая, этим вредна и может вызвать рвоту и проблемы с пищеварением. Персики не очень полезны для пищеварения и часто вызывают диарею. Виноград и изюм, в принципе, вообще все сушеные вот эти фрукты-ягоды, также и курагу, давать нельзя, они вредны и приводят к проблемам с почком, рвоте и диареей. Гранат. Гранат просто противопоказан собакам, даже несмотря на то, что он очень полезен для человека. Гранат может вызывать аллергию, также он очень кислый, поэтому вреден для пищеварения. Авокадо. В авокаде содержится вредное вещество, которое может привести к рвоте, диарее, и затрудненному дыханию, проблемами с сердцем и панкреатиту. Вишни и черешни. В них для собаки содержится высокая доза вещества цианида, который разрушает кровяные клетки, а также вишни и черешни, а как бы довольно аллергенные, могут вызывать аллергию. Абрикосы курага. Это я вам уже говорила, тоже вредны, могут вызывать расстройство пищеварения и сильную диарею, а также вредны для почек. Ежевика. Ежевика сама по себе сильно аллергенная ягода, и почему-то она не считается полезной вообще. Цитрусы. Наверное, тоже одно из самых вредных, это цитрусы, то есть лимон, лайм, апельсин и так далее. Они вредны из-за того, что сильно кислые и аллергенные, и как бы они могут вызывать проблемы с пищеварением. То есть сами по себе, которые все вот эти вот кислые фрукты, ягоды, их давать не стоит собаке, потому что могут вызывать проблемы с пищеварением. И так, это были все, думаю, фрукты, ягоды. Я вам как раз рассказала. И также еще хочу сказать, если вы даете своей собаке что-то пробовать впервые, то есть вводить в ее рацион какой-то фрукт, ягод или овощ, неважно, и в принципе любой другой продукт, то нужно это делать постепенно, давать по чуть-чуть в малых количествах, следить за реакцией организма, то есть не вызывает ли данный продукт у собаки проблемы с пищеварением или же аллергию. Ну и конечно же, лучше, если вы все-таки спросите у ветеринара. То, что я вам как бы рассказала в общем информацию, которую я нашла, которую я знаю, но все-таки то, что хорошо для одной собаки, не факт, что будет хорошо для другой, поэтому все-таки лучше все хорошенько спросить у ветеринара, можно ли вашей собаке это или нельзя. Также хочу сказать, если собака находится на натуральном питании, то фрукты, ягоды, овощи нужно давать ей обязательно. Несмотря на то, что собака считается полотоядной животной, ее рацион должен состоять на 70-80% из мяса. Фрукты, ягоды, овощи нужно давать обязательно. Во-первых, потому что это источник клетчатки, которая очень нужна и важна для пищеварения вашей собаки, для правильной работы желудочно-кишечного тракта, а также в них содержится много витамин. В мясе всех витамин собака все равно не получит. И ошибочно, как многие думают, нельзя кормить собаку либо одним мясом, либо же, как многие делают, кормят собаку кашами, что вообще нежелательно. Поэтому вот, если собака находится на сухом корме, то давать ей фрукты, ягоды, овощи не обязательно, но можно иногда совсем чуть-чуть, то есть в принципе в хорошем корме все витамины уже есть. Но если вам хочется побаловать животное, то давать можно. Лучше, конечно, тоже спросить у ветеринара. И, конечно же, нельзя в одно кормление давать с кормом. То есть, если вы покормили собаку кормом, нельзя давать какой-либо другой продукт, потому что у этих корма и продукта другого, у них разное время переваривания. Если вы покормили собаку кормом, то что-то другое можно дать только не раньше, чем через 2 часа. Это нужно учитывать, чтобы не было проблем в будущем у собаки с пищеварением. Так что вот, ребят, следующее видео, не знаю, какое я сниму. Многие меня просят снять, как сделать переноску, которую я вам показывала в видео. Я обещаю, такое видео сниму. Шить еще одну переноску не буду, но я вам расскажу подробно, мерки расскажу, из какого материала я ее шила. Так что такое видео на канале будет. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Вика, Леди. И Леди, всем пока-пока!